Идем на запах. После сбоя в работе Щелковских очистных сооружений, произошедшего два года назад, администрации района приходится буквально держать нос по ветру. И чуть только в городе появится неприятный аромат бросаться на поиски. Очередное амбре накрыло Щелково в эти выходные. Рабочая группа администрации поспешила с проверкой на самые подозрительные объекты. Обнаружили, что канализационно-насосная станция Соколовская работает в штатном режиме. Уровень воды в камере гашения в норме, сбросов в клязьму не производилось. Успешно продвигается ремонт. На сегодняшний день, пока мы работаем в штатном режиме, своими силами отремонтировали третий насос. Получились ремонты недавно электродвигатели, установили его. Сбросов не производилось. Это говорит о том, что аварийных и нештатных ситуаций на КНС Соколовске не было. Следующим пунктом стали нашумевшие очистные. Однако оказалось, что и здесь все в пределах нормы. Уровень кислорода в воде держится около 5 миллиграммов на литр. Продолжается реконструкция оборудования. Начаты нами работы по реконструкции, по капитальному ремонту, дополнительной мощности по обезвоживанию осадка. В цехах обезвоживания, дополнительная центрифуга остается. Воздуходувное оборудование дополнительно поставлено. У нас за пределы санитарной защиты зоны не выходит распространение запахов. Все у нас под контролем, все работает в штатном режиме. Искали один запах, нашли другой. Во время проверки под подозрением оказался и мусоросортировочный завод. Он не мог стать источником неприятного запаха в центре Челкова, однако явно отклонился от предписанных санитарных норм. Увидели, что там, к сожалению, санитарные нормы не выполняются. До выполнения их далеко. Поэтому срок им поставил до среды. Если они не устранят, соответственно, все недостатки, которые я сегодня обозначил, то начинает работать комиссия, которая будет принимать решение по составлению акта их недвросовестной работы на территории. И, соответственно, через суд будем закрывать. В итоге, пока вопрос с источником запаха остается открытым, планируется, что проверки будут продолжены. Вы знаете, как мы беспокоимся, когда неприятный запах появляется. Поэтому мы съездили на два объекта, которые могли бы быть вероятным источником этого неприятного запаха. К сожалению, мы не нашли все-таки источник, откуда этот запах. Мы предполагаем, что где-то есть утечка этого запаха. Сейчас поставлю задачу водоканала, чтобы искали. Обходчики пойдут сейчас по каналам конвенционных коллекторов и будут искать, где все-таки есть разрушение. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».